Благодаря работникам архива кто-то смог подтвердить свой трудовой стаж, доказать права на недвижимость или земельный участок, узнать детали жизни своих родственников, чтобы включить их в ставшие модными, родословные. Здесь хранятся дела предприятий, работавших некогда в городе и прекративших свое существование. Предприятий уже нет, но приказы о приеме на работу, увольнении, начисление заработной платы скрупулезно хранятся и все еще очень востребованы. Это документы постоянного хранения, это документы постановления, распоряжения администрации города Владивостока, распоряжения органов муниципальной власти, то есть управления администрации города Владивостока и документы, у нас 17 источников конфликтования. Для владивостокцев была организована экскурсия. Архив распахнул свои двери, чтобы рассказать и показать свою работу. Благодаря этому многие узнали такие детали, как, например, какую зарплату получали жители Владивостока в 80-е годы. Маргарита Назарова работает в архиве уже много лет. Точную цифру называть не стала, намекнув, что опыт довольно большой. Сейчас она главный архивист в отделе комплектования документов. Как известно, архив является учреждением, которое занимается сбором, приемом, учетом, обеспечением сохранности и использованием документов Архивного фонда Российской Федерации, коими являются только документы постоянного хранения. В отделе использования документов рассказали об обращениях, полученных из разных стран. Обращались в архив и выпускники детских домов за подтверждением своего права на жилье, полученное некогда родителями и на них. Поступают и запросы тематические, так называют их специалисты, не от частных граждан и от различных организаций, предприятий, а также подразделений администрации города. Поскольку здесь хранятся документы по всем направлениям жизнедеятельности муниципалитета, а это дороги, водоснабжения, теплоснабжения и многое другое. Именно здесь пытаются найти специалисты корни каких-то сегодняшних проблем, например, кто и когда давал разрешение на строительство или вот в эксплуатацию того или иного объекта. И было ли такое разрешение на самом деле? Иногда приходят запросы, которые трогают сердца работников. Например, письмо человека, который пытался выяснить судьбу своего родственника, который работал в 30-е годы во Владивостоке, но пропал в годы войны. Уважаемые работники архива города Владивостока, помогите найти сведения о моем дедушке, отце моей матери, погибшей в первый год войны, то есть в 1941 году. Перед самой войной его посадили в тюрьму, на фронт призвали, видимо, из тюрьмы. Мама помнит его в солдатской форме, затем он погиб. Повестка тоже не сохранилась. Из документов, хранящихся в архиве, в частности из приказов, датируемых 1942 годом, можно узнать, сколько получали научные работники или артисты продуктов питания согласно талонам военные годы. Находятся здесь и записи 1927 года, в которых описывается трудовая деятельность каждого работника того или иного предприятия. За сохранность документов переживать не стоит. Все под контролем. Условия хранения у нас определены непосредственно федеральным законом 125 об архивном деле Российской Федерации и 19 приказом Министерства культуры. Это порядок хранения, учета, комплектования и использования архивных документов. Сегодня, заботясь о сохранности каждого документа, специалисты архива напоминают, что каждое действующее предприятие, организация, учреждение обязаны хранить приказы о приеме на работу и увольнении. Документы о начислении зарплаты 75 лет. А акция «День открытых дверей» в архиве помогает не только познакомиться с работой архивной службы, но и получить ответы на порой совсем непростые вопросы. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.